Сегодня в Архангельск прибыла очередная группа беженцев с востока Украины. Всего 44 человека. Между тем, их соотечественники, приехавшие в Поморье в начале июля, уже начинают новую жизнь. Многие получают статус временного убежища и устраиваются на работу. О том, как решаются насущные вопросы переселенцев, журналистам рассказали на специальной пресс-конференции. Слово Елене Матвеевой. Всего в Архангельск уже прибыло более пяти сотен граждан Украины. 276 человек, 79 из которых дети, сейчас находятся в пунктах временного размещения. В них они обеспечиваются всем необходимым. Впрочем, бездействовать вынуждены переселенцы не намерены. Многие уже рассылают резюме, ищут работу. Мы обеспечили работу специалистов центра занятости. Вы уже знаете, что 7 августа мы проводим ярмарку вакансий для работодателей не только города Архангельска, но и всей области. Мы предлагаем людям возможности трудоустройства с возможностью проживания. Статус временного убежища, дающий гражданам Украины право устроиться на работу на законных основаниях, можно получить за 2-3 недели. Трудность в том, что если повару, врачу и водителю найти работу вполне реально, то вот шахтеру, а их среди переселенцев большинство, придется переучиваться или снова переезжать в регион, в котором развита горнодобывающая промышленность. Вопросами переквалификации готовы заняться сами работодатели. К слову, статус временного убежища уже получили 22 человека. Завтра соответствующий документ выдадут еще 35 гражданам Украины. Елена Матвеева, Сергей Минин, Панорама Севера. К другим новостям. 2 августа в России отмечали День воздушно-десантных войск. Торжественный митинг, высадка десанта и праздничный концерт. Подробнее о том, как Архангельск встретил День ВДВ Екатерина Грициенко. Девиз десантника – никто, кроме нас. Как никто, они знают, что такое запах неба, отвага и армейское братство. И поэтому троекратным «Ура!» приветствует лейтенанта ВДВ Виктора Павленко. Сегодня именно эту берету 45 лет мы с гордостью носим этот берет и гордимся, что служили и служим в воздушно-десантных войсках. Я желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, мирного неба над нашей Россией. Но я уверен, если нужно будет, десантники выполнят свой долг до конца. С праздником! С Днем ВДВ России! День ВДВ в Архангельске – это торжественное построение на площади мира, возложение цветов к вечному огню и, конечно, встреча с друзьями и однополчанами. Я служил в Ростов, в Дагестан, Чечне, ну, везде был. День ВДВ – это для меня самый великий праздник, который я заслужил, считаю, потому что я отслужил честно. Здоровья всем, успехов, чистого неба над головой, боевого духа, и чтоб братишек свои помнились, кричались почаще. На головокружительной высоте появились в небе Архангельска 12 парашютов. Именно столько крылатых пехотинцев совершили прыжок 2 августа 1930 года, когда под Воронежем было проведено десантирование первого подразделения воздушно-десантных войск. Еще одним подарком на праздник стало выступление ансамбля «Крылатая пехота» Рязанского воздушно-десантного командного училища. Прославленный коллектив приехал в Архангельск по приглашению Виктора Павленко. В ДВ, мы там, где нас не ждут, на нас ты едет внезапного броска. Чеканя шаг, армеловцы идут, российские десантные войска. Они поют о том, что находят отклик в сердце каждого, о долге и небе, о мужестве, доблести и чести, о том, каким должен быть каждый десантник. Муж и сынам, преданным своему отечеству, патриотам в первую очередь. В любой момент, если Родина позовет, мы готовы. Очень нравится, все замечательно. Песни цепляют за душу, стоим, просто радуемся. Ради выступления в столице Поморья артисты покинули родную Рязань. Несмотря на то, что 2 августа там отмечался день города под девизом «Рязань – столица ВДВ». Нам очень приятно быть сегодня, 2 августа, в городе воинской славы, в городе, который по праву является колыбелью российского флота. Командование приняло такое решение, чтобы разрешить нам участие в праздничных мероприятиях в городе Архангельске. Вы знаете, мы этому очень рады, потому что на самом деле такой теплый прием, таких зрителей увидеть не всегда приходится, потому что песня специфическая, патриотическая. Особенность этого ансамбля в том, что состав курсантов коллектива меняется каждые 4 года. Музыканты выступали в Кремле и в Лужниках, давали концерты со звездами отечественной эстрады. Как было сказано в любимом вновь фильме «Бой идут одни старики», после боя сердце просит музыки вдвойне. Музыка дает очень много энергии. Это отдушина такая, когда после занятий, после марш-бросков приходишь в клуб, берешь гитару, спел пару песен. На душе сразу легко, весело и хочется дальше служить. Завершился концерт, конечно, гимном десантного братства, знаменитой «Синевой». Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Екатерина Грицыненко, Сергей Минин, Панорама Севера. В Поморской столице началось строительство пассажирского терминала на площади у морского речного вокзала. Так стартовал первый этап реализации новой транспортной стратегии мэрии Архангельска. Почти 12 лет владелец здания морского речного вокзала, Архангельский морской торговый порт, не использует его по назначению. Не располагается там теперь и управление порта. Также владелец мэрва изменил его статус, выведя здание из числа объектов транспортной инфраструктуры и фактически превратил его в торговый центр. Поскольку площадь у морского речного вокзала является важнейшим транспортным узлом, мэрия Архангельска неоднократно обращалась к владельцам здания с предложениями о его использовании по прямому назначению для обслуживания пассажиров автобусов и речных судов. Однако положительного решения вопроса достигнуть не удалось. Поэтому актуальными стали предложения о строительстве нового универсального пассажирского терминала. Согласно представленной застройщиком концепции транспортно-пересадочного комплекса, он будет включать в себя два корпуса, где расположатся диспетчерские камеры хранения зоны ожидания. Терминал сможет обслуживать не только автобусные, но и пригородные речные перевозки. При ограниченных доходах городского бюджета наиболее оптимальным вариантом для строительства такого объекта транспортной инфраструктуры является привлечение частного инвестора. Замечу, что создание условий для реализации частных инвестиционных проектов в сфере ЖКХ и транспорта – одна из задач, поставленная перед муниципалитетами президентом России Владимиром Путиным. Счет пострадавших авто на дороге Котлас-Вычегодский уже идет на сотни. Автомобилисты страдают от обстрела гравием на этой региональной трассе. Ремонт дороги встал в копеечку. Разбитые стекла, фары, поврежденные, лакокрасочное покрытие. Кто же виноват в такой массовой порче автотранспорта, попытался выяснить Евгений Старов. Девушка не справилась, ехала в КВС. А почему не справилась? Что она говорит? Не знаю, просто не справилась. Тем временем на этом участке дороги, на которой еще вчера лежал новенький ровный асфальт, гравийные колеи. Тормозить на них и маневрировать просто опасно. Возможно, такая рассыпчатая дорога сыграла не последнюю роль в этом ДТП в конце прошлой недели. Ремонт автодороги Котлас-Вычегодский поначалу автомобилисты приветствовали. Свежий слой асфальта дорожники положили достаточно быстро. И всем казалось, что на этом работы закончены. К превеликому удивлению водителей ремонтники стали клеить на дорогу щебень. И практически сразу это привело к увечам транспорта. Я еще остановился, мужика спрашиваю, говорю, слушай, так это, ну, как бы делается слой какой-то под асфальтом, да, закрывать там новые технологии, ничего. Нет, все вот так оставят. Представляешь, вот так оставят. Так не легче, может, было просто щебенкой засыпать асфальты и все. Владислав летом живет с семьей на даче. Каждый день ездит в город по ремонтируемому участку дороги. Результат за одну поездку – два скола на лобовом стекле и один на фаре. Будут судиться с дорожниками, будем брать юристов, работать по этому направлению. Потому что знаем, что за вчерашний день, то где-то посчитали, около 47 человек. Ну, очень много знакомых. У меня во дворе там, в Рено сколько машин там отправили, ребята делали знакомые. То есть, ну, менять стекла. Областное агентство Архангельск-Автодор, заказчик ремонта дороги Котлас-Вычегодский, об этих инцидентах никакой информации до последнего времени, похоже, не получал. По крайней мере, такое впечатление сложилось у нас во время общения с представителем компании по телефону. К вам в Архавтодор никто не обращался по поводу того, что... Никто не обращался. Мне вот коллега сейчас, на которого я ссылаюсь, мне сообщил, что это, в общем, обычный ремонт, который продолжается и идет. После нашего обращения в Архангельск-Автодор последовал официальный пресс-релиз на сайте компании, в котором дорожное агентство вину в повреждении сотен автомобилей вменяет самим водителям. При движении по ремонтируемым таким образом участкам скорость не должна превышать 40 км в час. Если бы водители у нас соблюдали скоростной режим, когда проводятся дорожные работы, эти знаки также установлены, скоростной режим соблюдали, 50 км в час двигались. Я думаю, что вот этих обращений граждан не было. Но панацея ли низкая скорость? Возьмем допустимые 50 км. Это 100 км в час в сумме со встречным авто. Спасет ли это от разбитого стекла в случае разъезда с фурой или лесовозом? У нас оформлено на данный момент 33 дорожно-транспортных происшествия. Но, скорее всего, повреждений автомобилей доставлено намного больше, потому что это, скорее всего, граждане обращаются, у кого есть каска. То есть не ОСАГО, по которым не выплатят, скорее всего, а каска. Первый аквапарк в Архангельской области. Его строительство ведется в Мирном. Уже завершена отделка здания. Сейчас здесь работает комиссия по приемке в эксплуатацию объекта, который предстоит дать профессиональную оценку сделанному. А мы предлагаем вам взглянуть на стеклянные двери развлекательного комплекса «Спутник», увидеть его интерьер своими глазами и составить собственное мнение. На территории возле аквапарка завершается благоустройство. Высажены деревья, уложена плитка, установлены скамейки и вазоны. И трудно поверить, что еще 7 лет назад здесь все было по-другому. Как известно, строительство этого объекта – один из пунктов федеральной целевой программы развития российских космодромов. Первым этапом стала разработка в 2007 году 31-м государственным проектным институтом плана постройки. Строительство начали, как помните, в 2008 году. И помните, здесь три года был котлован, который всем мозолил глаза. И строительство не продолжалось, поскольку не начиналось финансирование. Сейчас, в 2011 году, был подключен контракт между Министерством обороны и спецстроем России. И объект построили. Объект красивый, функциональный. Строил здесь, строил этот объект спецстрой России. Конкретно генподрядчик был главным управлением специального строительства по территории номер 3. Непосредственным исполнителем работ явилась санкт-петербургская фирма «Профиль». В самые напряженные дни на объекте трудились по 300-320 человек. И они создали настоящую красоту. Спутник – не просто аквапарк, а многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс, подобного которому в Мирном еще не было. Но внутреннее оформление здания сразу дает понять, в каком городе оно находится. Космическая тематика выдержана во многих помещениях, в том числе в самом большом – аквазоне. Рассчитана и на взрослых, и на детей. Здесь две ванны. Одна маленькая, детская, с глубиной воды 25 сантиметров, с двумя аттракционами. Малышам наверняка понравятся и разноцветные горки, и труба, и водяное колесо, и ведра переливайки. Центральное место занимают аттракционы для взрослых. Бесстрашные посетители с удовольствием пронесутся по спиральным трубам и спустятся с горки. Кого-то восхитит бешеный поток, а другие придут в восторг от гидромассажа. Примечательно, что аквазоны и другие помещения доступны для людей с ограниченными возможностями. В большом бассейне есть подъемник, есть также подъемники с этажа на этаж подниматься. Для них есть специальный маршрут, да, везде. Санузлы приспособлены для них, то есть полностью учтены их интересы. После водных развлечений будет приятно провести время в уютном кафе, способном принять до полусотни человек. Уже полностью оборудованный зал и помещение для приготовления пищи. На цокольном этаже здания разместилась бильярдная с тремя столами для разных видов игры. Она соберет тех, кто умеет концентрироваться, обладает аналитическим складом ума и точностью движений. Впрочем, все эти качества потребуются и посетителям боулинг-зала. На четырех дорожках вполне можно будет устраивать дружеские турниры, которые запомнятся обилием положительных эмоций и впечатлений. Дополнит атмосферу небольшой коктейль-бар по соседству, из которого открывается прекрасный вид на водные аттракционы. Аквазона, бильярдная, боулинг-зал, кафе – это еще не все. Кроме них в спутнике расположились сауна, массажные и косметические кабинеты, тренажерный зал. Для обслуживания комплекса потребуется порядка 150 сотрудников. Чтобы объект начал функционировать, необходимо соблюсти ряд процедур, получить заключение всех надзорных организаций. Процесс не быстрый, поэтому тем, кто стремится как можно скорее попасть на аттракционы, нужно набраться терпения. Ребенок – главный пассажир. Весь август в Архангельске проходит социальная кампания под таким названием. По данным управления ГИБДД ОМВД России, по Архангельской области в этом году почти половина пострадавших в ДТП детей получили травмы, находясь в автомобилях. За шесть месяцев текущего года с участием пассажиров в возрасте до 16 лет произошло 36 ДТП, в которых два ребенка погибли и еще 43 получили травмы. А как считают архангелы-городцы, как обезопасить наших детей на дорогах? Обезопасить детей на дорогах нужно внутренним органам проводить уроки и родителям внимательно смотреть за детьми. И чтобы родители воспитывали детей. Сначала родители, затем школа. И все внимание на них. Учить правила дорожного движения с детства, с садика. Соблюдать правила дорожного движения со стороны водителей. Вот это, мне кажется, основное главное. И родителям смотреть за детьми, чтобы они не убегали. Наверное, все-таки более строго к водителям, которые не тормозят на пешеходных переходах нерегулируемых. Продолжит выпуск новостной дайджест. Коротко о главном. 23 и 24 августа на Кегострове и в Архангельске пройдет Гриновский фестиваль, приуроченный к одю рождения писателя Александра Грина. Многие рассказы Грина написаны в архангельской ссылке. В Финишском уезде, на Кегострове, под Архангельском и в самом губернском городе. В программе фестиваля пройдут литературные, музыкальные, спортивные мероприятия, пресс-конференции различных авторов, мастер-классы, книжная ярмарка. 4 августа ровно 100 лет исполняется со дня начала Первой мировой войны. Архангельск в этот исторический период сыграл свою роль. На город была возложена большая ответственность, как на порт, обеспечивающий основные связи по торговому обороту России со странами-союзниками. Чтобы соответствовать военному времени, порт необходимо было срочно перестраивать. Именно в эти годы начали строить порт Бакарица. В 1916 году был построен аванпорт Экономия и был оборудован новый участок порта Левый берег. 3 августа финишировала Малая Соловецкая регата. Юные ихцмина Архангельска, Северодвинской Карелии попробовали себя в качестве члена команды крейсера «Яхты», способной совершать длительное автономное плавание. Первое место заняла команда «Ягры» Козлов Михаил и Попов Илья. Второе – команда «Шанс» из Северодвинска. И третье – команда «Мустанг» из Архангельска. В рубрике «Открытый город» представлена яркая палитра Архангельска. Все самые интересные городские события на телеканале ПС. На телеканале ПС в рубрике «Открытый город» прямые трансляции торжественных и праздничных мероприятий, спортивных матчей и важных событий Архангельска. 1 августа телеканал ПС следил за отправкой второго рейса экспедиции «Арктический плавучий университет». На этот раз в состав международного экспедиционного отряда вошли 55 человек. Участники экспедиции – студенты российских и зарубежных университетов, представители научно-образовательных и исследовательских учреждений. Все подробности вы можете узнать из пресс-конференции, которая состоялась на борту судна «Профессор Молчанов». А 2 августа можно было увидеть в прямом эфире телеканала ПС празднование Дня воздушно-десантных войск. Торжественный митинг – показательное десантирование парашютистов Архангельской региональной поисково-спасательной базы на берегу Северной Двины. Концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». Все праздничные мероприятия на вашем экране. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы сможете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. В рамках чемпионата области на стадионе спорткомбината «Двина» в Новодвинске прошел футбольный матч. На поле встретились команды «Двина» и «Архангельский химик». Предыдущий матч в рамках первого круга показал, что команды равны по силам, поэтому ответная игра началась в упорной борьбе. Преимущество в первом тайме переходило от гостей к хозяевам и наоборот. Но в отличие от «Архангельского химика», футболистам «Двины» удалось создать у ворот соперника пару опасных моментов. Однако в завершающей стадии им не хватило удачи, и счет на табло к перерыву так и не изменился. Первый тайм, я считаю, получился достаточно интересный. Обе команды играют достаточно атакующий футбол. Поле, пускай с изъянами, но все-таки позволяет комбинировать и позволяет какие-то индивидуальные действия. Я думаю, что второй тайм будет еще повеселее. Команды сейчас подпривыкли достаточно непростым условиям, но покажут хороший футбол. Команда имеет очень давние исторические корни. Она еще пляшет от Маймахстанского гидролизного завода. Ребята собраны со всех округов. В основном, конечно, это ребята Маймахстанский и Самобальский округ. В команде очень хорошая атмосфера, очень дружные ребята. Стараемся показывать какой-то результат. Во втором тайме в составе новодвинской команды произошел ряд замен, но опасных моментов стало еще меньше. За 15 минут до конца матча игроки «Химика» разыграли нехитрую комбинацию и после навеса в штрафную подключившуюся в атаку полузащитник гостей головой забил мяч в угол наших ворот. Таким образом, игра закончилась обидным поражением двины. Далее о курсе валют на 5 августа. По данным Центробанка на 5 августа. Доллар США 35 рублей 66 копеек. Евро 47 рублей 87 копеек. Это была информационная программа «Панорама Севера». Мы всегда готовы выслушать ваши пожелания и предложения. Звоните в редакцию телеканала ПС 650 720. А я, Елена Гончарова, с вами прощаюсь. Всего самого доброго и до встречи. В Ельске 5 августа без осадков, температура воздуха плюс 26 градусов. В Котласе солнечная погода плюс 25. В Мирном от 21 до 25 выше ноля. В Новодвинске плюс 28 градусов. В Архангельске малооблачная погода преимущественно без осадков. Ветер юго-западный и западный слабый до умеренного. Температура воздуха ночью плюс 10-13. Дню от 26 до 29 градусов. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй благоприятный.